привет привет друзья вы на канале белый ёжик с вами дмитрий мы продолжаем играть и бояться в игрушки the range мы это айтишник нейтан и студентка джессика они отправились на поиски доктора доктора престра который покинул университет и отправился познавать открывать секреты жизни они мне было давно ничего слышно и вот на этом и джессика наверно получают письмо поймалу в котором всего лишь несколько слов не приходите за мной что они сделали конечно же сразу собрали вещички и отправились на его поиски отправились на его поиски джессика сейчас стоит перед дверью перед закрытой дверью особняка не может туда попасть ключа нет а мы ищем ключ остановились мы на том что я не мог я не мог открыть кодовый замок и да действительно до цифры этого кода 142 или 214 я уже попробовал все работает все открывается но туда дальше я не заходил без вас страшно страшно кладовка кладовка закрыта кто-то прилепил записку на дверь надо оставить самое хорошее для большой вещи на двери висит кодовый замок я естественно и до запись попробовал чтобы снова не попасть в тупиковую ситуацию двери открывается только вот по моему 214 помогут дверь открыта можно заходить можно заходить что там у нас обеспаливающий кухон и ну что парище чистый блокнот мульти инструмент да вот еще где этот мульти инструмент позже в дальнейшем он где-то и понадобится но пока применение мы его не нашли здесь лежит крюк для мяса взять его конечно же да конечно же да почему конечно же да крюк для мяса крюк для мяса значит что мы делаем опускаем этот крючочек под половицу и берем ту вещичку которая там блестит но также наверное единственное что я предполагаю что может быть может быть этот крючочек специи приправы и другие продукты везде видны пятна плесени давно никто этими продуктами не пользовался коробки с консервами этого хватит на пару месяцев на пару месяцев кладовочка я уж точно все осмотрю потому что эти пиксели хорошо когда они блестят когда они блестят и так крюк для мяса стальной крюк для подвешивания мяса упа объединили все очень просто объединяется если вещь объединяется наверное то просто на одной ногу нажатием кнопки этого достаточно и все гадать нечего крюки для мяса и топорища объединились и наверное все это с этим липкой лентой замоталась да а нет клейка лента у меня осталось прошлый про скотч то есть прочный промышленный скотч может быть может быть то есть само присутствие этой клейкой ленты дает нам дает нам возможность объединять вещи вот наверно дал она постоянно должна быть в инвентаре ломик для люка подожди крючок и палка с топорищем лобик для люка я думал эти этой штука можно будет подцепить ломик для открытия канализационного люка созданного из крюка для мяса и топорища а ну крюк для мяса крюк для мяса он же выглядит достаточно большим ну да 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 ну все-таки я думаю что этой вещью можно можно взять и подцепить под половицей нужно видеть потерянный ключ я не могу достать ключик там лежит ключ и я думаю что ломик ну ломик это нельзя использовать здесь а вот это уже засада просто думаю а где я люк но здесь нет здесь ванна унитаз раковина здесь возможно я так думаю что мы будем набирать воду когда-то здесь вот здесь как-то странно такая большая комната и всего лишь я здесь нашел клейкую ленту да ну и конечно же 14 февраля вот здесь камин в котором может быть может быть здесь может быть здесь но ну да навряд ли вот здесь как бы очень странно здесь что-то должно быть но ничего вроде как бы нет ну ламп не ну давай попробуешь раз подошел давай попробую это нельзя использовать здесь хорошо ну наверху лестнице находится закрыта дверь похоже что я не смогу туда попасть ну давай здесь попробуем а вот здесь подошло использовано ломик для люка ломик для люка остался нет больше он нам не понадобится ну тогда надо заходить а там же кровавые следы я вижу пистолет я вижу пистолет и вижу кого-то кого-то кто стоит там впереди вдалеке но я кому-то сейчас подходить не буду я сначала осмотрю что здесь есть антикварная напольная лампа лампочка перегорела смотри-ка а в стенах дыры дыры возможно от пуль подожди здесь лежит пистолет взять его ес конечно ес ес а патронов то нет стандартное оружие для есть патроны 9 патронов но я даже не знаю но подожди я думаю что я успею а если не успею знаешь что я сделаю сейчас ты уж прости бедя прости бедя но мне нужно все таки сохраниться а это вдруг чего произойдет не опять бегать туда-сюда давай это все перепишу переписал же все все нормально ну да все нормально вот теперь можно идти спокойно прошлой серии говорилось о том что до патронов очень мало поэтому всех не перестреляешь врагов поэтому нужно как-то их использовать разумно ну ладно пошли чё делать кто это выживший эй ты в порядке можешь рассказать мне что за чертовщина здесь происходит что случилось ты меня слышишь надо было пистолет надо был пистолет брать черт ответь мне хотя со спины можно использовать и нож ну а чего вдруг это нормальный человек жуки не могу от них избавиться какие жуки тараканы в голове жуки о чем ты говоришь жуки я хочу от них избавиться но они не хотят уйти ты жуки пожалуйста помоги мне что вы сделаете отойти подойти к нему странно а если эти жуки на меня перекинутся отойти или подойти отойти или подойти не ну разумно все таки наверно отойти чё к нему подходить то давай отойти я мне жаль я не хотел тебя отвлекать пожалуй я пойду нет ты не можешь уйти мне нужна помощь надо избавиться от жуков мне надо убить тебя что значит так я же не жук я же не жук чё мне убивать может он думает что я жук что ли мне надо тебя убить говорит так а вот тут-то на стола пора наверное что-то делать да может ничего не делать хорошо сейчас посмотрим я же сохранился мамочки мамочки ага но он не такой уж и быстрый он не такой уж и быстрый телевизор здесь лежит что магнит из динамика но сейчас опасно пытаться его достать магнит из динамика магнит из динамика магнит магнит конечно же магнит ключ под половицу я могу магнитом его достать хорошо гражданин гражданин подождите гражданин экипировать пистолет хотя может быть нож и как как стрелять то как стрелять подожди нужно на выйти на позицию нужно выйти на позицию чтобы напрямую нет блин подожди вот здесь вот здесь иди сюда чучело иди сюда я тебе говорю иди как стрелять как стрелять блин давай может он сюда зайдет конечно ну у меня есть пистолет ты будешь стрелять или не будешь ах вот как то есть когда под ну так да что-то писалось когда восклицательный знак появится тогда что-то можно делать да кто-то голову ко мне вплотную почему я с пистолета не могу стрелять издалека ну вроде как бы все нормально да вроде как бы я стреляю ладно очень странно но тогда и тогда чего тянуть то нужно подходить и стрелять просто слушать так как-то иди сюда иди сюда фуфил восклицательный знак в общем я так думаю что побеждаю но уже три выстрела три пули есть отлично это победа что у него там выпало что-то здесь лежит окровавленный дневник четырнадцатая февраля две тысячи аж второго года научная команда пригласила меня выпить с ними сегодня поместье допились похоже что у них получился прорыв в исследовании поэтому это их первый шанс на отдых за долгое время мы все расслабились на пару часов но я не помню был ли доктор престор во время наших празднований полагаю что некоторые люди просто не знают как нужно расслабляться это да камень в огород доктора престона февраль пятнадцатая две тысячи второго видел доктора престора на прогулке по владениям пока я ухаживал за садом я спросил его почему он не был на вечеринке похоже что он провел всю ночь погрузившись в свои исследования он выглядел немного озабоченно я хотел спросить все ли в порядке но он накричал на меня чтобы я занимался своим делом и убежал когда нибудь он доработается до потери пульса то есть какая-то группа ученых наверное собралась вместе чтобы провести какие-то исследования в этом особняке февраль шестнадцатая сегодня утром я нашел странного жука поедающего растения отвратительное создание цвета плоти с огромными клыками и мерзкими присосками по всему телу я убежал за спреем от жуков но эта тварь исчезла когда я вернулся назад чтобы это не было но я раньше не видел ничего подобного семнадцатая февраля проснулся на рассвете из-за того что джон из исследовательской команды стучился стучался в дверь он потребовал образец моей крови и сказал оставаться в коттедже в течение дня когда я спросил что случилось он сказал просто предосторожность я не знаю для чего предосторожность мне нельзя спрашивать о том что происходит в доме февраль 18 снова увидел того страшного жука эта тварь спрыгнула на плечо когда я отливал и испугал меня до полусмерти я сбросил его в унитаз и спустил воду жук в унитазе весь день раскалывается голова аспирин не помог поэтому я сегодня лягу спать пораньше девятнадцатый февраля сегодня голова болит все больше слишком тяжело писать я почти не сомкнул глаз из-за боли вчера ночью 20 февраля все еще болит голова словно мой мозг раскалывается пополам может там жук мозгу чертова голова болит джон пришел посмотреть как у меня дела жуки его не любят поэтому я его убил хорошее дело 22 не могу спать голова болит похоже что следующая страница была вырвана 28 все еще болит больше записей нет смотритель добавлены файлы тут упоминается что жуки свели его с ума что здесь творится а то есть он будет останется лежать также на магнит из динамика конечно взять конечно взять вещи магнит из неодимы из динамика т.в. а но это нельзя использовать здесь но я думал просто может это как-то объединиться так пистолет нужно убрать а то мало ли что брать пистолет ну магнит единственное место наверное понятно где под половицей под половицей использовано магнит из динамика нашли ключ от входной двери ну да что ж достала пора сохраниться сколько там уже времени то пришло 50 Черт побери пёс! ну ты блин барбос Ты же меня напугала не-не-не-не к нему нельзя подходить я подумал он пятнистый какой а у него в крови он в крови нельзя 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 только единственное я хочу подойти к окну может быть как это можно что-то там выйти куда-нибудь нет 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 Так нужно его как-то... Ага. Все, побежали отсюда. Это хорошо, что они еще медленно передвигаются. Черт побери, вот это да. Не, я гладить его не буду. Черт. Они вы... Они... Они выскакивают из окон. Ай, они повсюду. Джессика, Джессика, беги. Черт, они повсюду. Смотри, эти псы. Блин, а это еще кто за чудоще? У меня есть нож, но я боюсь. Джессика, Джессика, я бегу. Джессика, осторожнее. Че ты там... Эй, держись подальше от меня. Сделай что-нибудь, Нейтан. Молодец. Вот это моего... Нейтан. What is this? Что это за тварь? Что здесь происходит? Черт возьми. Нам надо спрятаться от них. Быстрее беги в дом. Мы подумаем над этим позже. Мы в особняке. Темно. Может, что-то мне нужно делать? Пошевелиться? Ну, темно вообще. Ого. Ну и дом. Никогда бы не подумал, что он такой большой. Какой большой? Я ничего не вижу, Нейтан. Ладно, все по порядку. Нам надо поискать. И погоди секунду. Я не собираюсь никуда идти, пока не пойму, что только там произошло. Что это за место? Что это за тварь снаружи? Хотел бы я знать. Все, что я знаю, лучше нам держаться подальше от них. Я искал Престера в том коттедже. Что-то к чертям. Или у тебя есть план получше. Найти способ сбежать? Нет, будем искать Престера. Мы не знаем точно о судьбе Престера. Если он пережил все, что здесь произошло, то он поможет... Он может рассчитывать на нашу помощь. Я бы не хотел провести здесь минуту, но ты прав. Если он жив, то должен знать, что здесь происходит. Но это очень большое поместье. Нам придется многое осмотреть, если бы мы знали, где начать поиски. Осмотр такого большого дома замьет целую вечность. Если разделимся, то осмотрим его быстрее. Хорошо. Давай поищем по отдельности. Лучше начать с первого этажа. Я пойду в дверь в конце коридора. Не, ну это не самое лучшее... Самое лучшее решение разделяться. Вообще нельзя этого было делать. Разделиться. Вместе нужно было. Если кто-то найдет что-то важное, давай встретимся здесь, ладно? И давай держаться подальше от проблем. Черт знает, что здесь может обитать. Давай надеяться, что мы все... Что все твари остались снаружи. Будь осторожен, Эд. Почему темно? Темно. А я слышу, что я хожу. Не, ну что за беда случилась, а? Ну все же так хорошо начиналось. На тебе. Ну, тогда давай я сейчас попробую в сохранялочке, наверное, пробежаться вновь. Посмотреть, что происходит. Ну все, я скоро. Я скоро еще свернусь. Какие-то проблемы. Какие-то проблемы. Ну, я вернулся. Для этого мне пришлось перезапустить, перезапустить нашу историю. Ну, разговор тут же самый, ничего не сбилось, да? Только теперь все видно. Что это за место, хотел бы я знать. Я искал Престера. Ага. Мы пока что в безопасности. Вряд ли Престер выжил. Что же делать? И мы решили искать Престера. Мы не знаем точно о судьбе Престера. Если он пережил все, что здесь произошло, то он может рассчитывать на нашу помощь. Я бы не хотела, но это очень большое поместье. Разделиться, да? Не самая лучшая мысль. В общем, Джессика туда, а мы здесь. Ну что, Нейтан, начинаем. А как же те припасы, которые у меня остались и складывались в сундук? Ну, я думаю, что они, наверное, где-то здесь. Вот это что такое? Здесь напечатана записка с замысловатым текстом. Самое позднее время перед закатом. Часы. Не люблю часы. Дорогие. И загадки с часами. Недорогое, выглядящие старые часы. На циферблате видно маленькая замочная скважина. Ага. Маленькая замочная скважина. Джессика побежала туда. Может, побежали за Джессикой? Все? Я понял. Ничего себе. А что же с Джессикой? Что с Джессикой? Как же она все это пережила? Так, я думаю, что здесь... Ну, я надеюсь, что здесь двери. Да, это двери. Это двери. И это что такое за сигнал? Ага. Здесь лежит бутылка обезболивающего. Взять. Даже вот так подсказывается уже, да? Мне интересует, где мой сундук, где мои вещи, где сохранялка. Здесь лежит чистый блокнот. Взять его? Да. То есть, подожди, у меня... Нет, все осталось. А зачем мне два чистых блокнота? Зачем мне два чистых блокнота? Бюст величавого молодого человека. На табличке написано Эрнест Е. Престер. 67-22. Может, он связан с Доктором Престером? Может быть. Короче, все осматриваю. Потому что кто... А, ну вот это... Я думаю, что это за квадратики. Это просто свет из окон, да? Падает. Угу. Дверь здесь и дверь, наверное, здесь. Ну, пошли. Заперто. Над замком видна золотая отметка. А золотой отметки у меня нет. Так. Ага. Ага. Я его вижу. А у меня пока нет, да? Ага. Он пошел. Ну, пока буду бегать. Пока буду бегать. Если что, это что такое? Здесь лежит патроны. 9 миллиметров, но ваш инвентарь полон. Чего? Ну, инвентарь полон. Зачем мне дали чистый блокнот? Подожди, я здесь... Секунду. Мужчина. Мне нужно найти сундук, куда можно выкладывать вещи. И мне нужно сохранялочку найти. К стене прикреплена записка. Субъект 1. Арахнит. Тарантул. Дата взаимодействия 5.23.01. 23-го года. Нет, какого года? Первый год. 23 мая получается. Так, наверное. По-моему, уж все происходило в 2002 году. Ну, наверное. Ладно. Спустя 24 часа начинает проявляться быстрый клеточный метоз. Связанный с неконтролируемым ростом, в течение недели размер увеличился на 500%. Органы, напоминающие мешки с ядом, были обнаружены в верхнем тагме. Образец секретной жидкости после изучения оказался очень ядовитый. Синтез эффективного антидода в приоритете. Собака немецкая овчарка. Угу, видели мы этих собак. Наблюдается очень быстрая ассимиляция после первого взаимодействия. В отличие от предыдущего субъекта, рост остался на прежнем уровне, хотя на коже появились опухоли в течение нескольких часов после взаимодействия. После 48 часов начали отваливаться куски плоти, судя по всему, после того, как субъект начал чесать прожженные зоны. Рептилия. Игуана. Не показывала аномалий в последние до восьмого дня после взаимодействия, что говорит об относительно медленной ассимиляции. После этого периода субъект начал быстро мутировать и гораздо быстрее, чем предыдущие наблюдаемые. Вследствие сильными изменениями структуры скелета субъект преобразился до неузнаваемости. Зачем мы те не все исследования вмешались в природу? Вот теперь я здесь бегаю. Вот здесь кто-то сидел. Может, игуана. Огромная клетка. Кого в ней удерживали? Черт его знает. Может, рахнида или игуана. Ага. С ящичками тоже нужно взаимодействовать. Здесь лежат спички, но ваш инвентарь полон. Мне нужно разгрузить инвентарь. Сейчас первым делом мне нужно найти, где разгрузить инвентарь. Подожди, патроны... Нет, мужчина. Мужчина, остановитесь. Отойдите от меня. Так а как же его пробежать, да? Давай вот так вот. Вот так вот. Он сюда, я сюда. Потом сюда и вот так. Я сейчас... Там дверь осталась позади. Я просто... Вернусь. Я вот думаю, что где-то рядом должен быть все равно сундук с вещами и сохранялкой. Где-то рядом. Ага, где-то рядом. До свидания. Че ж делать-то? Надо найти сундук. Может, туда, где Джессика побежала? Ну ладно, давай здесь. Ну иди сюда. Эй. Иди, иди. Попробуй в эту дверь. Заперто. Бля. Не думал, что ты заперто. Так, подожди. Вот это вот хождение. Вот эти вот хождения. Ага, я попался. Я попался, а этого делать нельзя. Состояние мое не очень. Так, давай, как в прошлый раз мы делали. Надо его понад стеночкой вывести. Он сюда, я сюда. Потом вот так вот и пробежали. Ага. Но состояние мое не очень. Ладно, тогда путь сюда. Так, этот мужчина идет сюда? Ну? Ты? Он идет прямо, и все. Прямо. Не сворачивает никуда. О, давай, вот так по низу. Поя поверх. Черт. Вас двое уже. Это много. Это слишком много. На одного-то. Заперто. Золотая отметка. Какая золотая отметка? Дайте мне сундук. Дайте мне сундук. Изверги. Вот оно место. Вот оно место. Вот оно место спасения. Я уже забыл, что я пробежал. А пробежал я там, наверное, много чего, да? Да, дела. Чистый блокнот. Мне не нужен. Мульс инструмент. Ну, обезболивающее одну уберем. Все вещи, которые были... Так, два чистых блокнота, аптечка, все осталось, да? Все осталось, никто ничего не забрал. Ой, у меня ранение, но пока я ничего использовать, наверное, все-таки не буду. У меня ранение. Давай смотреть, что это такое. Противоядие взять его. Шкафчик заполнен рядами сывороток и лекарств. Если я отравлюсь, то могу вылечиться здесь. Ах, вот как. Опять 14 февраля, да? Важное число. Вот это вот просто аптечка или... Здесь лежит аптечка взять, да? Конечно. Взять и сразу в сундучок, потому что кто бы там, может быть, залезет и заберет. Противоядие тоже сюда. Ну, остальное пускай пока будет. И сохранялочка, так понимаю. Так, хорошие дела. Хорошие дела. Ну, можно было бы и закончить, да? Ну, что-то интересно. Ладно, давай вот сейчас чуть-чуть я хотя бы близлежащую территорию осмотрю, попробую. Так, сюда. Заперто с другой стороны. Так как ты... А это что за дверь? Медная монета. Здесь есть дверь? Здесь нет двери. Здесь есть дверь? Есть. Странно. Странно, но здесь есть дверь. Кухня. Да? Нет, какая-то... Ну, да, кухня. Стере-система с проигрывателем. Если бы у меня были кассеты, то можно было бы их послушать здесь. Не надо никаких кассет. Холодильник полон бутылками с пивом и виски. Микроволновая печь. Ее не использовали уже долгое время. Может этих трубаков все какие-то подстреливать, а? Коробка с патронами взять. То есть целая коробка с патронами в пистолете. В пито-летии, говорю. Пять патронов, да? Ну, этого хватит. Четыре патрона мы того чучелку убили. С жуками, с тараканами в голове. Поэтому надо будет посмотреть еще на сколько других хватает. На других сколько патронов хватает. Здесь может что-то сдвинуть? Нет, 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 да? Нет. Здесь только патроны. Патроны, возможность послушать кассету. Везде нужны какие-то монеты. И это опасная дамочка, которая мне сейчас пакует просто... А, подожди. Давай сейчас надо как-то научиться с ними обходиться. Сюда она сейчас за мной не пойдет. Почему-то. Да, конечно, не пойдет. Еще как пойдет. Пойдет. Ага. Ты давай туда, а я сюда. Все, я сохраняюсь. Ну, черт. В этот пункте сохранился. Скажу спасибо, что смотрели. И пока-пока. До скорых встреч в этом особняке. Пока.